Исполинский пень работники подрядной организации выкорчевывали не один час. Действовать нужно было аккуратно, чтобы не повредить корневую систему здоровых деревьев. В бывшем скверитните, получившем название Болдинского, активно ведутся работы по благоустройству. На выходных их исполнение проверил глава администрации Евгений Авилов и его первый заместитель Владислав Галкин. На данном объекте ведутся работы по подготовке для укладки плитку, готовится площадка для установки спортивного оборудования. Процент выполнения где-то 30-40%. Было небольшое проседание, связанное с погодными условиями, с дождем. Но подрядчик сейчас задача все это нагнать. И ко дню города объект должен быть сдан для того, чтобы район провел здесь мероприятие. Евгений Авилов дал главе района поручение привести в нормативное состояние и территорию, прилегающую к скверу. В том числе дорогу вдоль магазина, на которую жители жалуются уже много лет. А также дворы совместно с управляющими компаниями. Также в порядок приведут остановочный павильон и подход к нему. Было очень много старых деревьев. Соответственно, корчевание этих пней тоже заняло приличное время. Но, слава богу, справились. Погода, конечно, еще чуть-чуть подкачалась с этими дождями. Но сейчас работы идут в полном объеме, в полном ходу. Полным ходом работы идут и в студенческом сквере возле автовокзала. Название для новых общественных пространств выбрали сами «Тулики». В студенческом сквере, помимо дорожек, освещения и скамеек, появится еще и отдельная площадка для проведения мероприятий Тульского государственного университета. Работы ведутся по программе формирования современной городской среды, которую администрация обещает продолжить и в следующем году. Заявки уже подаются, «Тулики» поверили в эту программу, количество заявок большое. Постараемся, исходя из приоритетов, которые выбирают «Тулики» по развитию города, соответственно, выделять средства на финансирование данных программ. Будем участвовать в федеральных программах обязательно. Подать заявку на благоустройство можно на сайте администрации города. А оба сквера подрядчик планирует закончить к началу сентября. София Кириллова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.